Было необдуманное поспешное заявление одного из руководителей департамента, но на самом деле даже ночью, как мы узнали, ночью шло согласование Александра Горбенко с инстанциями, с структурами, которые обеспечивают обычно такие мероприятия, и уже ночью были приняты решения, как я понимаю, что пойти на встречу, пойти на компромисс, на переговоры. Мы с абсолютно доброжелательным, товарищеским, я бы даже сказал, Тони провели эти переговоры, были предложены два маршрута, один, вернее, сами добавили, остановились вот на том, который вы уже знаете. По крайней мере, в московской мере, среди чиновников московской мере, руководителей, мы видим озабоченность сложившейся ситуации, они понимают, насколько она опасна, насколько она обоюдастра. И именно, я думаю, что в результате этого мы сегодня так быстро, практически без споров, согласовали детали. Ведь, вы знаете, практически нет времени на подготовку ни у нас, ни у них, но, тем не менее, стороны будут стараться сделать все возможное, чтобы это была массовая, но очень спокойная, мирная акция. Оппозиция, по сути дела, сейчас объявлена вне закона. Посмотрите, что творится. Можно по любому основанию, надуманному арестовать, завести уголовное дело, отправить на год или больше под домашний арест, можно отправить в тюрьму, можно избить, можно все, что угодно сделать. И, таким образом, власть сама дала посыл, что оппозиция вне закона, с ней можно поступать как угодно. Плюс к этому идет массовая пропаганда ненависти, вражды. У нас кругом пятая колонна, враги народа, агенты госдепа, предатели и так далее. Посмотрите, что у людей едет крыша. И я думаю, что вот это политическое заказное убийство, теракт, который произошел вчера в Москве, является логическим следствием всего того, что мы видели с вами на протяжении уже ряда лет. Безусловно, даже если будут наказаны, разоблачены, пойманы, арестованы организаторы и исполнители, все равно косвенная причастность власти к тому, что произошло вчера на Москворецком мосту, есть совершенно очевидна. Это вот та обстановка в стране, которая уже, по сути дела, превратила нашу страну в два противоположных друг другу лагеря. И градус ненависти и взаимное противостояние нарастает. Вот это страшно и опасно. Понятно, что это не добавляет нам очков, не добавляет нам уважения в мире. Я думаю, что западные страны и их лидеры будут внимательно следить за ходом расследования этого преступления. И от того, как это преступление будет расследовано, и насколько оно будет честным, объективным и всеохватывающим, будут, наверное, строиться и отношения западных лидеров к нашей стране, к нашим лидерам. Совершенно очевидно. Если действительно это будет честное расследование, оно даст ответы на все вопросы, которые мы сегодня имеем, наверное, ну, это будет действительно трагедия, всеобщая трагедия, в которой, безусловно, повинна власть, как я сказал, из-за создания такой атмосферы ненависти в стране. Но, тем не менее, по крайней мере, структуру государства могут дать отпор. Если вдруг окажется, что это расследование идет ни шатка, ни валка, и остается больше вопросов, чем ответов, конечно, это очень серьезно ухудшит отношение к России, к российскому политическому истеблишнему на Западе. Однозначно.